Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. Несколько дней Ольга Бузова вместе с Клавой Кокой отдыхали в Куршевеле. Они катались на лыжах, ходили по ресторанам, а также отрывались на вечеринках. После одной из таких тусовок артистки отправились расслабиться в СПА, а по дороге Кока неожиданно опубликовала ролик, на котором показала, вероятно, не совсем трезвую Ольгу Бузову. Исполнительница хита «Мало половин» пошатываясь шла по заснеженному курорту и громко смеялась. Клава подхватила ее под руку и пошутила. «Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста». За Олю заступились многие знаменитости, осудившие поступок Коки. А затем и сама Бузова решила прокомментировать инцидент. «Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», – грустно поделилась она в блоге. Похоже, скандальное видео все же поссорило звездных подруг. Поклонники обратили внимание, что Ольга не стала помогать артистке лейбла «Блэк Стар» после того, как та получила серьезную травму ноги, катаясь на сноуборде. Кока же после Куршевеля отправилась в Швейцарию, а потом собирается полететь в Испанию к друзьям. «Чтобы никто не переживал, чтобы никто меня не потерял, я два дня чисто просто, наконец-таки, без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза. И сегодня у меня новый инструктор, потому что я манью занят был. И сегодня, мол, меня реально учат кататься. И если вам интересно, я попозже напишу правила гор, что нужно делать, а что категорически нельзя. Так что, ребят, вы меня не теряйте, у меня все супер-гуд, последний денечек, хочется просто кайфануть реально на лыжах». Отметим, что Ольгу уже не первый раз обвиняют в пристрастии к спиртным напиткам. В памяти еще жив скандальный случай с Дмитрием Губерниевым, который в эфире «Матч ТВ» спросил у артистки про коньяк. Тогда Бузова устроила истерику и сильно обиделась на комментатора, сказав, что пережила операцию и ей нельзя пить. У певицы остался еще один день отдыха, после чего она вернется в Москву работать над новым музыкальным материалом, а также будет готовиться к своему дню рождения. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.